Раннее утро, Степан Гидин на ферме. И это в свои 90 лет. Ударник труда привык к свою скотину и ходить, и лелеять. С советских времен он в колхозе главный. Приехал сюда по направлению партии, так и остался. Сельское хозяйство поднимать. Тихо, 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 тихо. Ясли для телят. Каждому рогатому на зиму попун, чтобы не замерзли. На них сделана большая ставка. Они должны повысить удой. Пока ферма дает 850 тонн молока в год. И вы так каждую одеваете? Да. Я не захотела. Один литр продают за 20 рублей. Сырьёный расхват. Его жирность 5%. Из такого и творог, и сметана вкуснее, чем импортная. Генин уже сейчас рад был повысить удой и всю область напоить своим молоком. Но нет лишней копейки. А банки кредиты неохотно дают. Дает государственную гарантию перед банками. Мы берем кредиты. Мы восстанавливаем все. И в течение 4 лет восстанавливаем количество проданного молока. Которую продавали в 1988 году. Это тоже вотчина Гинина. Каждый день, буквально как в сказке, здесь льется картофельный дождь. Прямо в кузовы машин 20 тонн отборной картошки. Ее увозят на переработку в соседнюю область. Рекордное количество картофеля. 15 тысяч тонн собрали с полей в этом году. Практически в два раза больше, чем обычные. Прежде чем картофель погрузят в контейнер, убираются все сгнившие плоды, а потом из такого чистого картофеля получаются самые вкусные чипсы. Проверяем качество картофеля, чтобы он был пригоден для чипсов. Здесь же своя лаборатория. Если картофель ровного желтого цвета, значит дозрел. И его можно отправлять на погрузку. Все хранилища у Гинина забиты под завязку. Контракты на годы вперед. Старых амбаров уже не хватает, потому строят новые. Не без поддержки властей. Губернатор поручил заменить весь импорт своим продуктом. Кризисный год, а в области и теплицы новые, и молоклозаводы, и сыроварни. Фермерам помогают техникой. Тракторы в лизинг под 2%. И деньги на развитие хозяйств тоже дают. Реальные прямые деньги на покупку или поголовье, или овцеводство, или кролиководство, или сыроварение. Суммы разные, от миллиона до 12-15 миллионов рублей. Деревня прежней уже не станет, говорит председатель колхоза. На желающих работать на земле еще можно найти. 60 лет своей жизни он отдал колхозу Вуляхина. Сюжеты любимых картин о том, с чего все начиналось. Вот силосные башни, построенные еще в 60-х, но служат сельчанам по сей день. Дизельную станцию в сарай поставили и пустили свет. Потом стали высоковольтную сами строить. Дороги сами делали. Газ сами проводили. Бессменный предводитель. Так деревенские называют своего знаменитого земляка. При нем колхоз гремел на всю страну. План всегда перевыполнен. И после развала Союза он не оставил сельчан без работы. Привел в деревню инвесторов. И до сих пор изучает каждый новый бизнес-план своих коллег. Радуюсь. Молодежь потянулась к земле.